Этот разноцветный домик на воде в районе Интернациональной появился пару дней назад. Все это время местные теряются в догадках, что это. У меня вот такой вопрос. Надо было, я думаю, лесенку еще построить, чтобы туда залезть. Так это не для детей, это для уточек. Для уточек? Как вам такая задумка, это для уточек? Это для уточек, да. А тут сидели мужик какой-то, говорю, что это такое, зачем это. Ну ничего себе для уточек. Их много будет по осени, да. Полтора куба досок, эмалированная краска и пенопласт. Материалами для изготовления плавучего домика помогли коммунальники Ленинского района. А соорудили жилье для диких уток мастера художественного колледжа имени Ларина. На все про все ушло две недели. Очень живописные места. Большое значение они имеют для воспитания эстетического, для экологического воспитания, бережного отношения к природе. Поэтому выбрали вот замечательную такую территорию. Пока аналогов такому объекту в городе нет. Идея создания жилища для птиц созрела на республиканском субботнике. После установки новых лавочек в районе озера Шаманка, народные избранники решили, жители близлежащих домов должны с радостью проводить время на свежем воздухе. Идея данного домика и создания, воплощения осталась за нами. А именно придумал, ну скажем так, и стал идейным вдохновителем наш Михаил Эктор Желудов. В Европе есть такие домики. Это домики для, ну скажем, птиц. Ну в нашем случае это утки, которые, я надеюсь, все-таки облюбуют его и будут прятаться, например, от сильных дождей, от града, например, или просто проводить время на мостике, который пристроен к домику. Побыть на природе, не выходя за пределы городских джунглей, насладиться красотами сенекой, порыбачить или просто провести время с детьми. Депутаты надеются, что теперь эти озера станут излюбленным местом отдыха горожан. Красивая природа. Можно выйти рыбку половить, с ребенком выйти погулять. Сразу заметно, красиво стало. Очень понравилось. Скамеечки красиво сделали. Вы видели, какой классный домик? Нравится? Да! И моем! В будущем этот район собираются развивать и благоустраивать. Что именно и когда появится в микрозоне, пока не анонсировалось. Елена Кутузова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.